всем доброе утро ну кому то доброе утро у кого то уже полдня прошло здравствуйте что вы прямом эфире так здравствуйте здравствуйте всем 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 привет привет ну что я в отличном настроении сегодня готова вещать я вам сейчас покажу я вот специально подготовила видите у меня шкаф полностью состоит из вещей которые я буду сегодня вам рассказывать для лица для волос для всего остального вот ой обожаю тебя наши так я хочу сразу извиниться если я не буду отвечать на вопросы которые у нас там есть в ленте потому что в принципе сегодняшний наш прямой эфир он посвящен уходу красоте и всем 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 важным моментом для женщины вот поэтому но я буду стараться прерываться и конечно же отвечать на какие-нибудь пикантные интересные вопросы смотрите у меня видите волосы еще прямые я специально их не подкручивала рассказываю по поводу шампуней значит сейчас очень известный бренд у нас кевин норфи все очень сильно любят обожают эту косметику для волос я не буду исключением я скажу что я тоже пользуюсь этой косметикой но я очень люблю чередовать и менять мне нравится попробовать я вот одно время пользовалась лейбл косметикой сейчас я вам покажу значит все мы знаем вот вот такая вот у меня была маска для волос такие же были шампуни я была в восторге мне очень они нравились но в какой-то момент я решила поменять попользовалась кевин норфи вот но сейчас у меня произошла такая проблема жду доставку она все никак не дойдет поэтому временно я хочу вам рассказать про вот этот вот шампунь вот который я покупала в азбуке вкуса он стоит очень я считаю нормальных денег здесь 600 миллилитров он стоит 800 рублей его очень надолго хватает он вот с таким вот дозатором шампунь косметик station японские с натуральным лошадиным маслом вот я честно скажу им очень довольна далее по поводу масок для волос есть потрясающая девушка с которой я лично знакомые зовут илона лун дэн возможно вы даже ее знаете значит вот эти вот маски они очень по демократичным ценам стоит вот я вам сейчас их покажу вот у них три значит одна есть которая овернайт она ночная то есть ты можешь на ночь не начать на волосы и как бы в ней спать утром ты смываешь и красота вторая значит у нас маска интенсивное увлажнение третья маска у нас вот витамин charge то есть витаминные эти маски стоят в районе 1600 или 1700 рублей но я считаю что это очень нормальная цена правда и я правда очень довольна эффектом я конечно не буду говорить о том что там кевин мерфи там хуже или еще что-то это все очень индивидуально но поскольку я блондинка и мои волосы практически каждый день на сменах подвергаются термоукладки и утюжки бесконечная вот эта вот вся история в плане питания и увлажнения вот этими масками я очень довольна вот я вам сейчас еще раз их покажу если вдруг будет очень много вопросов я обязательно вам в stories выставлю это все можно есть ее аккаунт она очень популярны и как бы в инстаграме пространстве девушка очень успешная талантливая я покажу у меня еще есть некоторые другие уходовые средства но это уже больше для тела вот поэтому дальше что это что касается волос значит помыли голову нанесли маску опос на влажные волосы что я наношу сейчас одну секунду тут кое-кто тоже хочет сами поздороваться тоже блок красоты но в этом блоге красоты хочет участвовать вот этот вот молодой человечек по имени яков вот он готов ну привет поздоровайся со всеми скажи привет 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 вот просто сами здоровы далее значит на влажные волосы я наношу вот такое вот средство это кевин мерфи органовое масло это просто вот девочки это конечно там она стоит в районе трех трех или четырех тысяч рублей но это просто роскошиство вот у каждой девушки должна быть такая вещь потому что во первых запах потрясающий во вторых просто волосы становятся мягкими гладкими и блестящими на влажные волосы я наношу вот это вот средство дальше и дальше по старинке я начинаю сушить волосы по поводу фена надеюсь вы за мной успеваете потому что я идти тараторю тараторю значит по поводу фена значит я вам расскажу у меня всегда был обычный фен бэйби лис я никогда не выеживалась но конечно же когда появился так называемый известный фен дайсон я загорелась мне захотелось конечно же себе его купить но поскольку себе я жлоблюсь всегда покупать такие дорогие вещи я подумала что ну 22 тысячи или там начале он стоил там 25 тысяч но мне было правда жалко отдавать таких денег хотя я все время смотрела в инстаграме у там у своих знакомых прошу привет у своих знакомых как вообще что и есть красивые коробки и оказывается там есть какой-то специальный насадка где можно делать укладки в общем я думала думала потом из перед карантином я уже думаю куплю я его себе потом бахнул карантин и я подумала нет но это так странно зачем я буду покупать сейчас нужно экономить непонятно что будет вообще завтра завтра вот в итоге мне на день рождения мои друзья подарили мне фен дайсон вот он вот так это просто то что я сейчас взяла в кадр а там есть еще много разных насадочек и так далее то есть она вот вынимается можно вот так вот так безусловно это ну это стопроцентная любовь это знаешь жизнь поделилась на до и после но как бы сложно объяснить текстово про это потому что это нужно просто взять один раз и попробовать во первых ты быстрее сушишь волосы это экономия времени во вторых ну здесь я думаю что у многих наверняка есть или многие знают здесь можно сделать горячий воздух побольше поменьше здесь холодный побольше поменьше общем эта вещь вот она как бы потрясающая я очень им довольна него поэтому как бы если у вас нет возможности его себе купить вот как я себе жлобилась ну как бы не знаю попросите друзей чтобы они у вас сделали их накопили денег и вам подарили на день рождения но вообще эта вещь хорошая однозначно я не буду говорить что это там масс-маркеты что это выброшенные деньги это действительно роскошество это круто это здорово вот и прям советую значит смотрите второй момент мои термо бегуди про которые вы все все спрашиваете вот рэмингтон видите я их покупала в м-видео я сейчас не вспомню сколько они стоят в общем обычно вот такие вот они термо бегуди они уже горячие мне сейчас вот это вот бархатная история ведь им уже сто лет они уже немножечко повидавшие значит они горячие вот этот вот бархатная история но поговаривают что лучше конечно же пользоваться термо бегудями чем подкручивать волосы утюжками потому что здесь все таки хотя бы есть какая-то история которая как-то хотя бы бережет твой волос сейчас я отключу от розетки точно очень горячий вот я сегодня вместе с вами как вы просили в прямом эфире буду себе делать укладку вот что у меня у меня вот эти вот термо бегуди здесь коробочки у меня что просто не не было много всего вот такие вот зажимы с помощью которых мы будем сейчас это все делать и обязательно нужны вот такие вот 2 2 2 штучки это такие два ворсистых бегудика если так можно сказать и два зажима зажимы покупала в хэр-шопе где ходить и где угодно сейчас буду вам показывать как это все делается значит берется челочка челочку я беру вот так вот такая вот у меня тут челочка это у меня вот тут видите сбоку я его называю молодняк растет я беру о ларсистенький такой вот моментик челку я не накручиваю на термо бегуди потому что она будет супер накрученная мне это не нравится поэтому я использую такую вещь мы берем зажимчик и вот так вот зажимаем все вот такая вот у нас получается история дальше мы берем вторую часть вот вот такой вот у меня мне мама семьи катя это это просто какой-то дикобраз как можно покупать такую расческу а я без нее жить не могу понимаете мне она так нравится я называю крокодил крокодил берем вторую ворсистую бегудешку и вот так же вот мы накручиваем вот так вот и вторым зажимчиком вот сюда мы все убираем все это что касается челки почему я использую именно ворсистые бегуди потому что мне нравится когда волна не такая крупная а когда она такая красивая вот просто ночи снимем когда закончим я вам это все покажу дальше я беру достаточно большие пряди волос потому что я не люблю когда накручена как барашка вот я значит беру вот такую прядь волос вот она а бегуди горячие это прекрасно и вот таким образом я накручиваю получается я не знаю технически получается вовнутрь беру вот эту историю чик пибару все и дальше идут так вот по всей длине по всем по всем волосам дальше вот вот такой вот я не знаю как это объяснить в принципе ну достаточно плотно все это достаточно большая прядь вот если будет перебор поверьте вам бегуди об этом намекнут и они просто не возьмутся поэтому в принципе вот даже сейчас я могу попробовать у меня конечно уже рука набита но иногда бывает что я такую большую прядь ну вот даже сейчас посмотрим раз держится держится но так вот все прикрепили берем вторую часть вот у нас и также мы вот так вот прокручиваем накручиваем наши волосы так так надеюсь вам интересно мои хорошие я такое дело первый раз жизни вообще это дело каждый день конечно мне приходится это наблюдать но у меня это уже на автомате поэтому вы не пугайтесь если у вас первого раза это не получится ничего страшного вот на 3 4 раз вы сразу поймете что все результат идет вот у меня какая-то поломана набьется рука и вот всегда стоит у меня такой мышиный хвостик и вот а мы тоже подкручиваем вот как-то так вот такая вот история девочки мои вот вот такая вот история мне кажется очень хорошо сочетается значит если хотите чтобы была какая-то супер сильная укладка или чтобы это все было как-то супер там не знаю там держалась поверх всего этого можно нанести лак я вам сейчас покажу какую меня я очень люблю марку дайвнос вот здесь у меня 400 миллилитров огроменная такая бутылка мне ее хватает наверное на года два не клянусь она пахнет ванилькой она очень приятная если мне прям надо сделать какой-то супер там эффект я вот могу просто вот так вот поверх вот так вот нанести нанесу вами вот и вот я нанесла так спокойствие спокойствие вот нанесла и вот так вот я как говорится сижу значит что я делаю далее в момент когда у меня вот так вот собраны волосы я приступаю к уходу за лицом у всех конечно опять же индивидуальная история у каждой у каждого свой тип кожи у каждого значит комбинированная жирная все это понятно поэтому как бы я буду говорить за себя я должна конечно признаться что приходится очень много уделять внимание лицу потому что как говорится я лезу в кран и мне нужно постоянно чтобы кожа была в ухоженном состоянии и так далее